ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 СЕДМИЦЫ, ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ, 65 ЗАЧАЛО, ЕВАНГЕЛИЯ ОТ ЛУКИ Некто из народа сказал ему, учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мной наследство. Он же сказал человеку тому, кто поставил меня судить или делить вас. И сказал ученикам своим, посему говорю вам, не заботитесь для души вашей, что вам есть, ни что вам пить, ни во что одеться. Душа больше пищи и тело одежды. Посмотрите на воронов. Они не сеют, не жнут, нет у них ни хранилищ, ни житниц, и Бог питает их. Сколько же вы лучше птиц? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе роста, хотя на один локоть? Итак, если и малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем? Посмотрите на лилии, как они растут. Не трудятся, не прядут, но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву на поле, которое сегодня есть, а завтра будет брошено в печь, Бог так одевает, то, коль ми пачи вас, маловера. Итак, не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира всего. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том. Наипаче ищите Царствие Божие, и это все приложится вам. Прочтенное зачало Евангелия от Луки повествует о том, как некоторый человек подошел ко Христу и попросил его вмешаться в тяжбу этого человека со своим братом по разделу имущества. Очевидно, что этот человек не мог найти общий язык со своим братом о разделении имущества, которое получили от родителей. И искали все варианты для того, чтобы это разделение произошло так, как этот человек ожидал. Поэтому он подходит ко Христу, потому что Христос авторитетный, потому что Христос авторитет у народа. Слова Христа авторитетны для тех, кто слушает. И этот человек надеялся, что когда Христос услышит его просьбу и скажет брату, раздели наследство так и так, то так и произойдет. Однако в ответ он слышит от Господа Иисуса Христа следующее. Кто поставил меня судить или делить вас? О чем эти слова? Эти слова о том, что, во-первых, Господь пришел не для того, чтобы разделять или судить людей, а для того, чтобы проповедовать Евангелие благовестия. Во-вторых, здесь есть такое вопрошение, кто поставил меня? На самом деле так было устроено судопроизводство в то время, когда судью назначали. Ну, впрочем, как и сейчас это происходит. И, соответственно, Господь этим вопросом как бы показывает, что он не пришел с миссией судьи. Никто не поставил его, не наделил его именно этими полномочиями, полномочиями судьи. Потому что, прежде всего, конечно же, хотя это не видно очевидно в тексте, но мы это понимаем по контексту, все полномочия, которые есть у Господа Иисуса Христа как у Мессии, даны Отцом. И эти полномочия на момент проповеди в период земной жизни Господа Иисуса Христа — это благовествование. Да, Господь наш придет судить живых и мертвых, но это будет второе и великое происшествие. А в момент своего земного существования Господь Иисус Христос проповедовал покаяние, а не судить или разделить. Еще очень важное значение этих слов в том, что ведь на самом деле, если бы Господь вмешался в эту тяжбу, то этим бы показывалось, что Он включился в чисто земные процессы. И это указание всем верующим и священнослужителям, и просто мирянам о том, что человек церковный, церковь, те, кто относит себя к православной церкви, не должны вмешиваться именно в такие процессы, в земные процессы, в основе которых на самом деле лежит материальное. И слова эти Христа, хотя и небольшие, но очень значимы для всех верующих людей. И дальше Господь говорит назидание. Это назидание как раз о том, что не следует заботиться о материальных благах, так как это принято у язычников. Здесь приведено много примеров, которые всем хорошо известны. Они содержатся, например, еще и у других евангелистов, и уже толковались. И тем не менее, смысл всех этих примеров с полевой лилией, с птицами небесными, которые Господь питает и растит, в том, что есть промысел Божий. Если промысел Божий, то есть попечение, забота Бога распространяется на такие, казалось бы, незначительные вещи, Господь не оставит тех, кто являются венцом Его творения, то есть не оставит человека. И далее здесь Господь говорит. Итак, не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира всего. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том. Наипаче ищите Царствие Божие, и это все приложится вам. Очевидно, что здесь происходит разделение между образом жизни христиан и образом жизни тех, кто не исповедует христианское учение. Скажем, на момент произнесения этих слов, прежде всего, речь идет, конечно же, о других народах, о языческих народах. Смысл жития которых, бытия которых в том, чтобы разбогатеть, в том, чтобы приобрести славу, честь, какой-то высокий социальный статус и вещи, схожие с этим. Но Господь как бы говорит своим ученикам и последователям, что христиане не должны жить такими вещами, христиане не должны стремиться к таким вещам. Они должны прежде всего заботиться о Царстве Божьем. Но такие вещи, имеется в виду забота и о питании, и о проживании, они, конечно же, естественная часть жизни любого человека. И поэтому Господь, зная это и понимая это, не говорит, что вам нет нужды в них, но говорит, что не надо заботиться о них, что Господь их подаст. И по-настоящему, когда человек живёт желанием и стремлением к Царству Божьему, то Господь всё-таки подаёт ему то, что связано с жизнью физической, с необходимыми условиями физической жизни, и кров над головой, и пропитание. Святитель Феофан, затворник, объясняя эти слова, говорит следующее, что не нужно человеку прилагать и отождествлять сердце своё, ум свой, самого себя с этими заботами. Да, эти заботы есть. Да, эти заботы есть и у язычников, и у атеистов, и у христиан. Но кто-то отождествляет себя с этими заботами, живёт ими, думает про них, засыпает с мыслями о них, просыпается с мыслями о них. А христиане, несмотря на то, что эти заботы тоже у нас есть, они должны своё сердце приложить к поиску Царствия Божия. Не отождествлять свою жизнь, свои желания, своё время, свои силы с поиском вот этого необходимого, но тем не менее далеко не самого главного в жизни человека. Не хлебом одним жив человек, но всяким словом Божиим. И Господь обещает, даёт обещание своим последователям, что кто всё-таки приложит ум свой, сердце своё, волю свою именно к поиску Царствия Божьего, Господь того не оставит. Не оставит и в плане каких-то необходимых материальных благ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok